Друзья мои, всем привет! Сегодня говорим про эксгибиционизм. Так получилось, что этим летом я сама стала, даже не знаю, как правильно сказать, жертвой, свидетелем, объектом эксгибициониста. Вот дело как было. Я живу в таком удачном месте, у нас где-то в 10 минутах ходьбы от дома парк и где-то минут 15-20, если пройти в другую сторону, у нас речка, берег реки Оки. Ну там дальше проходишь, там кустики, полянка, там очень удобно загорать, там на какой-то пикничок пойти, скажем так, по-быстрому. Ну и что-то были выходные, у меня семья там были, кто где, а я решила пойти позагорать. Была, в общем-то, неплохая такая погода, ветрена, но тем не менее можно было загорать. Я пошла, значит, в эти кустики, чтобы ветер на меня не дул, включила какое-то там видео на телефоне, причем что-то такое умное смотрела, по-моему, по менеджменту. Вот, значит, стою в купальничке, на полотенчике, спокойно загорала. Слышишь, там где-то далеко в кустах какое-то шуршание, но там такое место у нас достаточно многолюбное. То есть там, может, мама каким-нибудь детям памперсы переодевали, может быть, собаки какие-нибудь бегают, потому что там, как правило, животных достаточно много гуляет, потому что там речка совсем рядом, ну и как бы, да, купаться там собачки ходят, заходя из своих догоняют и так далее. Думаю, ну, может, кто веток пошел набрать, у меня даже мысли каких-то таких не было, я как стояла спиной к этим кустам, так и стою, слушаю видео. Вдруг слышу голос такой с придыханием, у вас такая красивая фигура. Я оглянулась, ну так, на автомате, спасибо. А смотрю, прям буквально, наверное, в паре-тройке метров от меня, он не то, что, как бы, он и как бы сбоку, и как бы сзади, вот где-то там от меня был, стоит мужик. Лет, наверное, я не очень понятно было, ну, лет сорок, может быть, сорок плюс, он в какой-то футболке, у него до колен спущено, что там на нем было, штаны, шорты, как-то, ну, непонятно. У него эрегированный член, он, знаете, и дрочит, смотрит на меня и дрочит. И такое главное, мне, вы не волнуйтесь, я скоро уйду, прям мне буквально минуту надо. Ну, вот что мне в этой ситуации делать? Бежать, орать, там, первой попавшейся палкой его огреть и так далее. Я отвернулась и дальше стала смотреть видео. И действительно, очень быстро стало тихо, он ретировался. То есть, ну, сделал он свое дело и ушел. То есть, вот смотрите, какая здесь характерная особенность. Он привлек мое внимание, он видел, что я даже не смотрю в ту сторону, в сторону кустов. И если бы он меня не позвал, я бы, может быть, полчаса бы и вообще не оглядывалась. Только единственное, когда мне надо было другим боком к солнцу встать, у него цель была привлечь внимание человека, чтобы этот человек оценил его достоинство, скажем так, в полной боевой готовности. Ну и плюс он получил какое-то вот свое удовольствие. Потому что там же не только я была, там в такой опасной близости ходили люди. Потому что там были тропинки, там где-то, пардон, и мусорка недалеко была. То есть, народу полно разного ходило. И, конечно же, кто-то еще мог его увидеть. Потому что в эти кусты куда-то подальше там люди в туалетик ходят. Ну, обычный вот берег реки, да, городской многолюдный. То есть, ничего там такого элитного нет. Народ всякий разный и с очень разными целями там ходит. То есть, вот пример такого, в общем-то, достаточно классического экзегипционизма. Конечно, самый такой распространенный пример, это когда человек в бежевом плаще или пальто распашивает и всем все показывает. У меня, кстати, тоже есть бежевый плащ, но я его что-то купила, я его не помню. Вообще, кстати, так и не ношу, надо быть, на дачу отвезти. У меня что-то вот сразу ассоциация с какими-то такими личностями. Хотя очень такой приличный, классический, правильный такой плащ. Вот классический формат, наверное, это просто когда человек показывает, ему реакция нужна. Но есть и распространенная ситуация, то есть, когда человек получает удовольствие от близости других людей, от того, что кто-то его уже заметил или может заметить. Ну, сколько вот таких мы тоже примеров слышали, видели, когда толпа смотрит какой-нибудь салют, смотрит какое-то там общественное мероприятие, и тут рядом кто-то стоит там, допустим, поддрачивает. Или что-то там себе загнул, и, в общем-то, все могут видеть его гениталии. То есть, вот это тоже такие достаточно распространенные примеры их сгибиционизма. Еще яркий пример. У нас в городе сейчас-то все в один роддом переехали в перинатальный центр. То есть, там все, что связано с женскими консультациями, с родами, с гинекологией. А раньше у нас было несколько роддомов. Был роддом в старом городе, то есть, такое здание сталинской постройки. Там вокруг него были деревья, кустарники, заборы такие не очень высокие. Вот. И там все, по-моему, было то ли два, то ли три этажа. И вот между собой там беременные, или там те, кто уже родили, те, кто вышли из этого роддома, обсуждали, что есть какой-то там местный их сгибиционист, он ходит под окна, вот, к кроженицам под палатой и показывает, значит, всю свою красоту. Причем он достаточно регулярно ходит, но ходит он в разное время, там, в разной одежде. То есть, его так-то вот поймать-то прям не могут, но он вот безобидный, просто ходит показывает. Понимаете? Игибиционисты, они по большому счету люди, ну, скажем так, что ли, добрые и безобидные. Опасность их в том, вот самая большая, что дети могут стать свидетелями этого, или что, может быть, это как-то завязано на каких-то педофилических историях, и что у детей будет психотравма. Вот чем они опасны. А так, ну, скорее, вот какие-то такие истории вызывают ржачь. Я вспоминаю то, что там рассказывают о моих коллегах, каких-то знакомых, которые тоже так вот где-то увидели там странного мужика без штанов, да, или того, кто плащ распахивал. Ну, то есть, скорее, так чисто поржать. То есть, психически здоровому человеку, это, ну, нам вряд ли прям вызывает какое-то дикое возбуждение. Итак, про эксгибиционизм, давайте, выделяет истинный и ложный эксгибиционизм. Вот истинный эксгибиционизм – это как раз, когда человек сам испытывает возбуждение там от предвкушения, от самого вот этого этапа, от того, что он у жертвы, у объекта, как правильно сказать, вызывает какую-то реакцию. А ложный эксгибиционизм – это хулиганство. Это когда мы там пранкуем народ, когда мы хотим шокировать, когда мы хотим вести в заблуждение, параллельно там сумку выхватить, просто настроение у нас дурное. То есть, это всё относится вот к этому. Мы сейчас не говорим про хулиганство, то есть, это, да, немножко другие психологические причины. Мы с вами говорим именно вот про истинный эксгибиционизм. У него ведь тоже бывают разные виды, мы с вами чуть позже это упомянем. То есть, главное, какая цель эксгибициониста – шокировать жертву, получить от неё реакцию, самому тем временем испытать какое-то возбуждение. Давайте не будем путать, например, эксгибиционизм и нудизм. Нудисты раздеваются и присутствуют в среде людей, которые также обнажены, потому что у них такие убеждения, потому что они хотят быть свободными, потому что они хотят ощутить сопричастность к вот этой своей группе. Но, заметьте, на нудистских пляжах и истинные эксгибиционисты тоже бывают, тут тоже, ну, в общем-то, да, не всё так просто. Обратите внимание, сколько в интернете, например, есть фотосессий, там, когда, допустим, девочка-эксгибиционистка возбуждается на мужиков-нудистов, играющих в волейбол там какой-то, да, или в баскетбол. Но всё-таки давайте разделять классические вот эти и вот эти. Понятие, что ещё? Когда вы снимаете с себя одежду или ваш любимый человек снимает с вас одежду перед, там, да, суитием, скажем так, то это тоже не считается эксгибиционизм, несмотря на то, что вам приятно обнажаться перед ним. Это нормальные, естественные составляющие, ласковые сбуждения и так далее. То есть, эксгибиционизм это именно вот такой вот классический. Это шокирование, это незнакомые, малознакомые люди, это какие-то общественные или неожиданные места. Есть разные опросы относительно эксгибиционизма. Вот, например, в Швеции проводили такой опрос, естественно, анонимно. Так вот, какой ответ там дали. Там чуть больше 4% мужчин признали, что они... И хотя бы раз в жизни, хоть в какой-то форме эксгибиционизм практиковали. И 2% женщин сказали, что да, как бы тоже они там голенькие на балкончике хаживали, ну там еще какие-то форматы использовали. То есть, им приятно было, что их кто-то видел, ну или были у них планы, да, кого-то шокировать. Что касается возраста. Понимаете, вот редко когда бывает, что раз и в зрелом возрасте, например, человек понял, что ему хочется это делать, хочется вот таким вот образом себя вести. Часто где-то вот годам к 12-15 уже у человека так или иначе эта склонность проявляется. И то есть, уже вот в период от 15 до 18 лет мы какие-то формы этого очень яркие у человека можем видеть. То есть, в общем-то, и этот тренд, он может идти, ну как бы это хорошо, если он не усугубляется, но он может, ну как бы более таким быть для человека ярким и усиливающимся. И плохо, когда уже, это как, например, там в случае с той же порнозависимостью, когда человек уже не может нормального удовлетворения испытывать от какого-то классического плавого акта, когда он только об этом думает, когда у него все в ушах шумит, у него дикое напряжение наступает, ему быстрее хочется это сделать. И он это делает, ну не думая о социальных последствиях. Например, в лифте того офис-центра, где он работает, в каком-то очень людном месте и нарывается на штраф, на предупреждение, видео с ним в интернет выкладывают, там кто-то из знакомых это узнает. То есть, он уже теряет вот эту вот социальную, скажем так, да, ну скажем так, возможность, наверное, быть человеком социальным и жить по каким-то нормам и стандартам. То есть, он об этом забывает и от этого, в общем-то, проблемы какие-то испытаны. А вот есть еще другие опросы, проводили их, скажем так, на русскоязычном пространстве. Так вот, там ситуация не как в Швеции, там процента 4 это девочки, которые, ну там 4% девочек, кто женщин, кто хочет вот это, кому это нравится, и процента 2,5 это мужчины. То есть, просто все-таки классический вариант у нас это именно вот такой вот мужик в плаще. Но посмотрите, как много в интернете фоток различных эргибиционисток выложено. Или там, например, читаешь какое-нибудь описание вот этого вот явления в какой-нибудь там психологической группе, описание какого-нибудь психолога, психиатра и так далее. Ну там, эргибиционизм, это тот и тот, с такие достаточно скучные, прозрачные, правильные статистические вещи. И хоп, под ним фоточки появляются. Вот Маша из Питера, да, там себя разместила. Вот какой-то Олег там кого-нибудь разместил и так далее. Вот я такой-то, такой-то, я приглашаю вас к совместным эргибиционистским сессиям. То есть, поехали. Так что с появлением интернета, с его развитием возможностей гораздо больше. И формы эргибиционизма более разнообразные появились. Ну, не обязательно бегать в плаще под окна роддома или там в метре от девушки дрочить на пляже. То есть, пожалуйста, выкладывай фото, выкладывай видео. Есть такие формы, когда люди даже платят деньги за то, что человек по видео посмотрит, как он, например, там, да, дрочит, или как он там раздевается, или как он облачается в какие-то другие вещи, переодевается. То есть, вот такие есть форматы. Вот. Что еще вот по поводу вообще мотивов эргибиционистов? Зачем они это делают? Зачем им это надо? Сначала давайте еще немного статистики. Я еще раз говорю, эргибиционисты вот в большинстве своем. Люди-то добрые, безобидные, даже такие, я бы сказала, наверное, веселые, позитивные. Они и в социальной жизни, очень многие из них вполне успешные, состоявшиеся. Хотя, конечно же, как и в любом явлении, бывают какие-то отклонения, бывают особенности. Бывают и люди уже, ну, там, с психическими серьезными отклонениями. Люди полностью там уже десоциализированы и так далее. Но это реже, реже. Чаще это человек с семьей, с какими-то устоявшимися отношениями, с какой-то очень приличной такой основательной работой. Но есть у него вот такая вот интересная особенность. Вот смотрите, что сами эргибиционисты говорят. Зачем они это делают? Это тоже я статистику такую нашла. 35% признаются, что они в принципе испытывают возбуждение при виде вот этих вот незнакомцев, незнакомых. И они понимают, что хотели бы, чтобы этот человек с ним в половую связь вступил. То есть это тоже некая прелюдия, некое такое своеобразное завлечение. Как мне тоже на консультации один эргибиционист рассказывал. У него там букет был, у него там не только эргибиционист был. Он говорит, я вот хожу такой вот голенький весь там в пальто или у него куртка еще длинная была. Я, говорит, в парке вот все это расстегну и остаюсь, жду, пока кто-нибудь там из девушек или женщин пойдет. И вот ему самое приятное было, что они мимо пойдут, удивятся и скажут, какой мужчина, как жалко, что у нас нет такого мужчины, как мы тебя хотим. Пойдем с нами. Вот у него примерно какие-то такие мотивы были. Но все, что он получал, это визги или какое-то пренебрежение. В лучшем случае кто-то фотографировать его начинал, а у него сфера деятельности такая, ну, связана с публичной жизнью, поэтому ему-то вот фотографии эти, ну, как бы не очень нужны. Поэтому вот то, что да, мы должны понимать, что примерно треть из генебиционистов, они, в принципе, на нас возбуждаются, они с нами так не против этим заняться. Так что, может быть, вам это пастит, то, что это кожа не все генебиционисты, они какие-то там страшные, непривлекательные и так далее. Вполне приятный мужчина, на пальто он и заработал, уже молодец. Дальше. Процентом 20 им вообще причина не важна. Они реально не определились с тем, ну, как бы зачем им это? Ну, приятненько, ну, кайфово, доступно, это вполне удалось. Сейчас говорю, с развитием интернета это вообще простейшее удовольствие. Не надо на этот счет заморачиваться, как, к примеру, там, да, в том же самом БДСМе покупать кучу атрибутов, там, как-то рисковать сомнительными партнерами, что-то еще. А тут сделал дело, пошел дальше там по каким-то своим нужным, то есть не всегда уж прям вот один какой-то мотив. Это доступно, да, скажем так. Следующее. А вот 15% экзимпляционистов признали, что они хотят, чтобы жертва разделась тоже перед ними, или чтобы как-то поучаствовала в том, чтобы еще с него одежду снять или что-то сделать. Так что, если кто-то на вас бежит распахнутым плащом, спросите его, может быть, он тоже хочет увидеть, что у вас там, как-то, да, как говорят люди, взрослые, кто запретит получить удовольствие. Дальше. Также процентов 14-15, они именно ожидают увидеть восхищение, то есть тем, что человек такой необычный, неординарный, смелый, тем, что у него такое красивое тело, такие интересные, да, там разные части тела, может быть, что он там достаточно молодый или спортивный выглядит, то есть им поощрение нужно, им нужна не просто реакция, а именно, вау, ну ничего себе, а дай это смотрю, то есть вот что-то такое. Дальше. Проценты 4 только хотят видеть злость, отвращение, но это тоже уже, это определенные виды отклонений, то есть они где-то себя не принимают, и им это тоже формат такого уже мазохизма, то есть скажи мне, какой я страшный, какой я непривлекательный, я же тебе показываю, скажи мне, как я отвратительный, но это реже-реже, и только там 0,5 процента хотят именно вот прям напугать, страх вызвать, то есть я говорю, в большом счете они люди-то не агрессивные, специфические, но вот с такими интересными особенностями, но еще раз повторю, в чем опасность эксгибиционизма? Примерно один из десяти эксгибиционистов они ориентированы на детей, их либо возбуждают педофилические мотивы, либо они пристают к детишкам, которым там, к примеру, в районе десяти лет, почему-то именно вот этот вот возраст они любят, то есть как бы это уже достаточно взросленький ребенок, но это еще и тогда не подросток, не девица там мощная, не парень мощный, который губен может дать, то есть это психика в этом возрасте достаточно хрупкая и как раз для многих детей психотравма это может стать. Как раз некоторые эксгибиционисты, они в своем детском возрасте тоже так увидели какого-то такого персонажа и им это врезалось и в память, и в психику. У меня тоже был такой клиент, ну там у него какая ситуация была? У него была тетя, которая любила ходить голой по квартире, голой там где-то на балконе, в саду своем его у этой тети оставляли. Она знала, что он ее видит. Тут, конечно, тема такая неоднозначная, уже инцестиком каким-то попахивает, но она к нему там не приставала, не просила его никак участвовать в каких-то ее вот этих вот игрищах, но она понимала, что он, например, не спит, что он может где-то ее увидеть. У него там дом такой немаленький был. То есть, да, у человека вот сформировались стойкие такие реакции, что в принципе это и есть некое взрослое удовольствие. Так что бывает по-разному. Еще раз говорю, если есть угрозы детям, если такой товарищ был замечен именно в том, что он в районе детских учреждений как так себя вел, или что он там каким-то признаком опасен, ну тут уже, в общем-то, надо срочно принимать меры и родственникам принимать меры, или всем, кто как-то может на это повлиять. Давайте сейчас немножко с вами про гиды эксгибиционизма расскажем, поговорим, какой он бывает. Ну, обобщенно это некий такой классический публичный эксгибиционизм, когда человек раздевается, неожиданно показывает свои гениталии, незнакомым, малознакомым людям, или просто на публике. Я, вы знаете, вспоминаю, вот говорят, ну там к двенадцати годам, да, это все формируется, а у меня была на первом этаже девочка со мной жила, ну в детстве, в мае, но у меня она год старше была, то есть нам тогда, знаете, по сколько было, нам было лет, наверное, по шесть, я думаю, а ей получается семь лет было, да. И мы во дворе гуляли, она зашла домой, ее там что-то обедать, что ли, маму позвала или что. И она в окно начала нам показывать все свои места, раздеваться, господи, ну а мы дети глупые, сколько там, шесть лет, мы что-то хлопали там, какие-то фантики ей кидали и так далее. Она вот начала вот это вот все показывать. Но я дальше не думаю, что у нее как-то вот серьезная отпечатка на ее судьбе отложила. У нее достаточно такая жизнь классическая. Она замуж вышла, ребенок родила, то есть работа такая у нее очень, ну скажем так, приличная, спокойная, в печатной сфере она работает, на всякой сфере мечтала работать. Но вот такой вот эпизод был. То есть поэтому если вот, ну вы родители, вы вот как бы что-то такое зафиксировали, да, за своими детьми, за какими-то может быть детьми ваших родственников, вы, во-первых, не придавайте вот такого большого значения, их не пугайте, но вы за ним приглядываете. Потому что это может быть либо как проявление банального вот этого вот хулиганства, ложный эллигипционизм. То есть ребенок тупо копирует чью-то модель поведения, ребенок тупо пытается там привлечь внимание доступными способами, он там что-то такого насмотрелся. Но если это повторяется, если есть какие-то еще настораживающие признаки, вот там уже, конечно же стоит с психологом пообщаться и понять, что у вас в семье такого происходит, ну там и в жизни ребенка. Не просто так, у него, например, это систематически повторяется. Итак, возвращаясь к видам эллигипционизма, есть такой классический стандарт – публичное обнажение, либо вот там некая дрочка, мастурбирование в публичном месте, в присутствии других людей. Но есть и другие форматы. И такой вот буквально несколько лет назад штука появилась в интернете, называется рефлекто-порно. Это когда человек фотографирует себя в разных отражающихся поверхностях. Он там на фоне чайничка отражающегося, он там в каких-то зеркалах, он отражается в экране еще одного телефона. То есть очень интересные штуки люди придумывают. То есть вот тут как бы загадка. И он не совсем показывается свое лицо, потому что интернет – это площадь публичная, это такой полигон, конечно же, не все готовы светиться. Есть еще такой интересный эксгибиционизм, но это же, я называю, такие более социальные формы. Да, мунинг он называется. Это когда за дочек мы публике показываем, но чаще это проявляется именно как социальный протест. Очень в Европе такие акции локальные любят. Там, когда пассажиры показывают задницу поезду или кондуктора вышли на забастовку. И там не кондуктора, а там, ну, скажем так, другой персонал вышел на забастовку и показывает свое место там, да, руководству или проезжающему поезду. Бывает вот что-то такое, бывает. Вот. Но тем не менее, да, как бы задницы есть и классические такие варианты, вот, не только в целях социального протеста. Еще так называемый флешинг, это когда девочки, ну, и не только девочки, в общем, мгновенное обношение гениталий или вторичных плавок признаков. Тоже это и в целях производства, и в целях шокирования и провокации. Есть еще так называемый мартимаклия или мартимаклия. Это когда человек возбуждается, когда посторонне его видят во время занятий сексом. Это вот эти вот парочки, которые в парке или которые любят вот эти вот все острые ощущения там, да, на крыше, в туалетах и так далее. Нельзя сказать, что все они эксгибиционисты, но если их именно возбуждает вот эта вот мысль, что их могут застать, их могут поймать, то есть вот она, нотка эксгибициониста прослеживается. Еще есть такой стриткинг, это когда голый человек бежит на пробежку или спортом каким-то занимается, или человек с какими-то обнаженными частями тела, да, например, без трусиков на велосипедике девочка или мальчик катается, да, там какой-то. В общем, вот это, понимаете, вот больше цель в этом случае провокация, то есть догони меня, а ты так сможешь, то есть это адреналинщики такие. Есть еще так называемый кандаллелизм. Это когда мы не просто сексом на публике занимаемся и хотим, чтобы нас увидели, заметили, ну, как бы еще больше удовольствия получить, а когда мы сами партнера сначала раздеваем, то есть когда мы хотим, чтобы его кто-то раздел, это уже такие вот штучки на грани, там, да, и сэмом, но тем не менее тоже такая форма есть. Понимаете, вот по большому счету ведь мы и легкой формой эггибиционизма можем назвать случаи, когда девушки, в принципе, бездежные белья ходят, там, что-то слишком такое там облегающее одевают, настолько короткое, что может там что-то вепром раздуть сложные очень грани, то есть где здесь просто, там, попытка соблазнить, попытка выглядеть выгоднее, скажем так, а где здесь вот эти вот нотки. Поэтому тоже, в общем, будьте внимательны, отслеживайте свои мотивы, если понимаете, что вам это может какой-то там душевный дискомфорт доставить, и, ну, как бы, чаще у вас желание вот такие формы в своей жизни использовать появляется. Понимаете, как и любые вот такие вот, скажем так, нестандартные формы сексуального поведения, если оно у вас редко, если вы для людей безопасны, это одно. Но если вы понимаете, что это на вас дает, если же вы как-то там социальное какое-то лицо теряете, если вы без этого не можете жить, если вы от стандартного секса вообще удалось, то не получаете, но это тяжело, здесь уже надо общаться с психологом, с психиатром. Дальше что? Вам будет больнее, жёстче, вы захотите там каких-то более серьёзных и опасных удовольствий, поэтому, в общем-то, берегите себя. Так в чём причина вот такого вот эгипетсанеза? Они на самом деле очень разные. И социальные такие, да, и там глубинные, идущие с детства. Первый распространённый, распространённая такая причина, мотив. Всё просто. Это просто желание протеста. У нас, ну, как бы запрет на наготу, у нас какие-то общественные нормы и так далее. А я смелый, а я по-другому, а я заявляю себе. Я красивый, мне нечего стесняться и так далее. То есть это просто такой вот формат протеста, ну, как бы действия против общепринятых норм. Есть совсем другие мотивы. Это мотив власти и доминирования. Но в животном мире эрегированный половой член. Это показатель того, что ты главный, ты агрессор, тебе все подчиняются. Вот оно, сила и власть. Есть так называемый ещё мотив, комплекс кастрации. То есть человек показывает, что у него всё в порядке, всё нормально, а другие пусть испытывают этот комплекс. Вы смотрите, что я не кастрирован, у меня всё зашибись. И я сам для себя убеждаюсь, что у меня всё с этим в порядке. Ещё вот, что касается девочек. Понимаете, какая штука тут интересная? Я вот тоже вспоминаю кого-то из своих клиенток, вспоминаю просто случай, который доводился мне наблюдать. В жизни очень часто ведь девочки-эксгибиционистки, они, если уж не в чистом виде нарциссихи, они, ну, имеют очень много нарциссических черт, и есть у них там сложности и с самооценкой, и с пониманием принятия себя, и с любовью к себе. То есть есть вот эта вот линия, то есть как бы, знаете, ещё есть вот какой-то психиатрии и рассуждения, что женщины, они якобы испытывают некое ущемление, потому что у них нет мужского пениса, и они вот таким образом тоже пытаются доказать свою власть, влияние, значимость, красоту, обнажая там другие части тела. Вот, но опять же говорю, вернёмся к нарциссизму. Это тоже такая своеобразная попытка. Вот она, я. Вы так и не можете, а у меня всё прекрасно. Удивляйтесь там, подчиняйтесь, дрочите на меня и так далее. То есть вот эта вот линия. Ещё причины, ну, не такие, в общем-то, весёлые, это, например, психотравмирующий какой-то опыт. Это, например, подростки какие-то или там, ну, даже там дети, скажем так, возраст, на грани ребёнок и подросток вот в этом возрасте. То есть они когда-то были замечены при мастурбировании, и у них, ну, теперь вот им хочется пережить это вот особое сочетание ощущений, что меня застанут, но опять же у меня главное удовольствие впереди. Опять же я какой-то вот взрослый и подсознательно он хочет быть оценён значенными для него взрослыми, что вот он у нас какой, он-то ведь ого-го, ну, конечно же, они его там будут порицать и так далее, но он-то будет понимать, что они его считают взрослым. Вот такие вот мотивы. Ещё, к сожалению, более грустные вещи есть. Это те семьи, в которых был инцест, в которых были ситуации, когда ребёнка принуждали к какой-то там обнажённой фотосъёмке или какие-то специфические наказания были в семье извращенческие, где там его раздевали, заставляли голым там где-то в углу на окне стоять, что-то ещё. То есть, к сожалению, и вот это может быть, это не только инцест, это может быть там воспитателя в детском саду, какие-то товарищи во дворе, то есть, вот какой-то такой опыт. То есть, человек пережил, у него эта ситуация впечаталась, у него же эта травма вошла в структуру личности, конечно, здесь и с психологом, и с психиатром стоит работать, это можно проработать. Иногда это, знаете, как бывает, более сложные какие-то психологические травмы. То есть, когда ребёнок, например, очень чувствовал себя одиноким и очень много себя голым рассматривал в зеркале, изучал, то есть, он как бы пытался сам себе понравиться, и потом он как бы начал уже выходить к людям, как-то себя проявлять, но тоже, опять же, тут разбираться надо. К сожалению, что ещё это может быть? Это может быть и утрата контроля поведения. То есть, это люди с шизофренией, с травмами и атрофией лобных долей мозга, это люди с какими-то органическими поражениями центральной нервной системы, поэтому диагностика тут нужна более комплексная. Что ещё? Иногда это по скопированию поведения. То есть, был какой-то любимый актёр-кумир, был какой-то более там старший товарищ, какой-то значимый взрослый, он вот это делал. Как вот в случае, как я вам рассказала, например, с мужчиной, которому тётя такая была интересная, может быть, вот это ещё. Поэтому видите причины, насколько они разные. Но вы знаете, как давайте с вами в гибиционизме исключим варианты, когда это чисто под влиянием алкогольного опьянения. Если это разве какой-то случай, вы напились, что-то вы там задницу свою показали, на барной стойке вы станцевали, но это скорее акт хулиганства. Но если вас всегда по пьяни тянет делать одно и то же, если вы там тоже осознаёте, что вы удовольствие испытываете, или когда вы уже трезвы просматриваете эти фото и видео, и вы там какое-то удовольствие получаете, вот это уже и гибиционизм, это не хулиганство. Как это всё лечится? Понимаете, это, конечно же, лечится, с этим можно работать в большинстве случаев, но должно быть желание самого клиента, пациента. Либо если это какие-то опасные формы, то родственники здесь, например, должны достаточно активное участие тоже принять, но опять же, без самого человека, но вряд ли там что-то без его желания, да, и, например, без принуждения специальных органов, ну вряд ли он прям вот там возьмётся за себя. Так, конечно же, всё это лечится. Вот когда мы говорим о том, что пора бы лечиться, когда человек минимум полгода, он регулярно, прилюдно обнажается, и он наращивает эти действия, он хочет, ну как бы больше, да, то есть вот, да, пожалуй, можно говорить об этом. Ну что, пора бы ему полечиться. То есть если это какое-то разовое баловство, ну бы экспериментировали, посмотрели, ну и ладно, как бы здесь немножко другая ситуация. Как лечится их гиппиционизм? Конечно, это врачи должны прописывать, не только психологи, психологи, но ещё раз говорю, неврологи, психиатры должны человека обследовать. Это медикаментозная терапия, это и так называемый, конечно же, комплекс психотерапевтической помощи. То есть психолог, он должен направить мышление человека в сторону осознания вот этих причин, в сторону того, чем он может заменить, как он может ещё свою жизнь выстраивать. Хорошо очень бихевая, о господи, язык у меня уже заплетался, бихевиоральная терапия себя зарекомендовала, когнитивно-поведенческая, психоаналитическая. Конечно же, очень важно работать над социальными факторами, то есть, в принципе, восстанавливать отношения в семье, быть довольным и удовлетворённым в своей жизни, что что-то тебе в этой жизни хотелось, что ты, кроме члена своего прекрасного или кроме писчки своей бритой, мог ещё что-то этому миру показать, делом каким-то интересным заниматься, учиться где-то, реализовываться в каких-то сферах. Тут всё вместе. Мы, в принципе, над жизнью, над целями работаем. И уже выбираем какие-то адекватные, приемлемые формы выхода из этого. В общем, вот так вот всё не просто с эксгибиционизмом. Вроде такое вот весёлое развлечение, но там, где есть угроза именно детям, да, именно людям, может быть, какой-то такой сложной специфической психикой, которые могут вот это увидеть, то это уже, в общем-то, угроза обществу. Поэтому думайте, стоит ли вам над этим работать, если имеет место к вам эта проблема. Разбирайтесь в причинах, разбирайтесь в том, что вам может ещё доставить удовольствие. Потому что жизнь прекрасна, жизнь разнообразна. Если уж вы настолько раскованы, чтобы там демонстрировать себя в разных таких форматах, значит, вы сможете как-то это сублимировать, во что-то более интересное и конструктивное. Опять же, сами больше от этого удовольствия будете получать. Друзья, если вам нужна моя помощь, как сексолога, как психолога, приходите ко мне на онлайн-консультации. Мои контакты указаны внизу под видео. Также я есть на моём сайте verabob.ru Я есть почти во всех основных соцсетях Вера, Бог говорил, так меня и ищите. Добавляйтесь ко мне в друзья, буду очень рада. Пишите под видео вопросы, темы, истории, которые ещё хотите разобрать. Обязательно постараюсь вам помочь и подготовить какой-то интересный контент. Всем пока! Всем до скорых волнующих встреч! Субтитры подогнал «Симон»